Всем привет! С вами Русулина. Сегодня мы с вами создаем лимонную трость. Ранее у меня были уроки по созданию лимончиков. Повторение мать учения. И здесь я расскажу вам основные моменты, основные линейки, которые мы берем для того, чтобы получить натуральные лимоны в разрезе. Итак, основной оттенок здесь 721 серии Translucent, 717 серии Apolino, это желтые цвета, и 027 чисто белой серии No.1. 721, который у нас идет из серии Translucent, он у нас будет во внутренней части лимонов. Сейчас я из него делаю трость бочонок, утрамбовываю хорошо, видите, раскатываю на рабочей поверхности для того, чтобы внутри не было никаких пустот. И оборачиваю этот бочонок пластом белой полимерной глины, белой 027 номер, без всяких примесей. Сейчас раскатала пласт, пласт достаточно толстый, где-то миллиметра полтора толщиной. Бочонок у меня в диаметре 2 см и длиной сантиметров 7. И оборачиваю бочонок желтый белой полимерной глиной. Стык в стык прямо отрезаю все лишнее, чтобы не мешало, и состыковываю место надреза. Дальше я немножечко ужимаю в руках, и обратите внимание, я закрыла стык, смазала его, и затем от серединки начинаю ужимать трость и плавно перемещаюсь к краям. То есть вы сжали немножечко серединку, и потом начинаете подгонять уже края под диаметр сжатой серединки. И дальше мы раскатываем на рабочем столе, мы делаем достаточно длинную такую трость, так, чтобы она делилась на 8 частей равных. У меня трость получилась чуть больше 40 см, 42 см, поэтому я срезала лишнее окончание. Вот 40 см я поделила на одинаковые отрезки по 5 см каждый. Дальше я каждый из отрезков, из маленьких колбасок, будем называть их так, я ее с одной стороны как бы прищипываю, чтобы в срезе она имела форму капельки, форму лепестка, возможно, кому как удобнее. Каждый из срезов прищипываем с одной стороны и начинаем вот укладывать как раз вот этот желтый цветочек. Узкая часть каждой трости у нас внутри, широкая, соответственно, снаружи. У нас 8 лимонных долек получится. Бывает такое, что 8 не помещается. Всякое бывает, вдруг они у вас широкие, тогда вы 8 откладываете, просто соединяете 7 долек. А бывает наоборот, когда вы сильно сузили каждый из долек и у вас, возможно, еще 9 попросятся, но это из ряда вон выходящая ситуация. Тогда лучше вам внутреннюю часть, как сейчас я, заполнить белой пластикой. То есть вы делаете тонкую колбаску с белой пластикой, она обязательно должна быть толстой. Если у вас промежуток внутри между дольками остался широкий, это не есть хорошо. Потом вот эта вот белая пластика, она у вас вылезет в срезе, если в центре будет много, ну, естественного рисунка среза лимона мы не получим. Поэтому тоненькая колбаска туда укладывается, заполняется. Пустота пространства. Ни в коем случае не сглаживайте, не прокатывайте трость, не сужайте ее в данном моменте. То есть у вас должен быть цветочек с конкретными лепестками. Лепестки не должны быть прижаты, именно верхняя часть сплющена и прижата друг к другу. Потому что здесь мы должны вот сохранить вот эту выпуклую часть у капельки. И вы видите, что я сейчас беру белую пластику, делаю такие тонкие колбаски, тонкую трость и укладываю как раз вот в промежуточках между дольками, чтобы заполнить вот это пространство и потом, когда мы будем ужимать трость, у нас в этом месте будет белая пластика, а не перекошенные лимонные дольки. Посмотрите, если где-то зазорчик у вас побольше остался между дольками, значит туда можно чуть пошире колбаску вложить. Если тонкая, значит тоненькую колбаску. Чуть-чуть я раскатываю здесь, совершенно чуть-чуть прикатываю, сильно не мну. И дальше беру пластику белого цвета, здесь уже раскатанная пластика у нас потолще. Где-то 2, максимум 2,5 мм толщиной. Подгоняем пласт по размеру нашего цветочка, нашей основной трости и оборачиваем белым пластом. Обернули белым пластом, подогнали прям стык в стык обязательно и закрываем. Закрываем, только смотрите, чтобы не было зазорчика, не было никакого смещения. И дальше мы берем из серии Аполин, 717 номер, он, кстати, идеально подходит для лимонов. Он немножечко будет полупрозрачный, такой непрозрачный, как внутренняя часть, а полупрозрачный, с таким восковым эффектом. И здесь мы пласт раскатываем уже на толщине равной максимуму 1,5 мм. То есть у нас желтый пласт значительно тоньше, тем белый, который мы только что запечатали внутри. Опять же подгоняем по размеру нашей трости желтую пластику, стык в стык ее делаем и начинаем ужимать. Вы помните, что трость мы ужимаем в серединке. Сначала делаем более тонкую серединку, затем к диаметру серединки, который мы ужали, мы подгоняем уже края. Ну а дальше мы начинаем раскатывать на рабочей поверхности. Трость при этом должна у вас быть максимально мягкой. Вы видите, что я прям руками ее мну и видны отпечатки. Трость мягкая, после этого она должна раскатываться идеально на рабочей поверхности. Сейчас мы с вами будем делать маленькие лимончики, так как они у нас маленькие, соответственно и трость мы должны раскатать. И сделать тонкой где-то 1 см, даже 8-9 мм в диаметре. Я сейчас надрезала трость и вы видите, что у нас получился достаточно ровный рисунок, без деформации, без смещения. Потому что мы ранее заполнили все промежутки белой пластики, что внутри, что между лепесточками верхней части. Я продолжаю раскатывать трость на рабочей поверхности, раскатываю ладошками, стараюсь ладонями раскатывать, не пальцами, чтобы бугристость от пальцев не оставалась на поверхности нашей трости. Пальцы давят и получается неровная такая, волнами трость идет. Ужала до нужного нам диаметра и теперь смотрите, я нарезаю на отрезки буквально по 1 см длиной. И в том месте, где у нас был надрез, я натягиваю желтую пластику, суживаю эту часть, делаю овальные продолговатые лимончики, закрываю надрезанные стороны, чтобы они плотно были закрыты. При этом, видите, я постоянно переворачиваю лимончик и делаю так, чтобы давить на него с одинаковой силой со всех сторон. А дальше я беру кимовский молд с лимонами. Он очень удобный, он очень выручает. Очень советую его приобрести, если вы будете делать лимоны, апельсины, лаймы. Он очень вам поможет. Вы дальше просто этот лимончик запечатываете, укладываете в вайнер, прижимаете в молде и получается фактура, правда, не без дефектов, но они очень легко убираются. То есть, если чуть-чуть больше глины у вас было, чем выемка самой формы, то, конечно, у вас пластика чуть-чуть повылазит за пределы этой формы. Но это все сглаживается очень легко и просто, если вот так вот вы уложите ваш лимончик на жесткую сторону губки, для того, чтобы сохранить ее пористость. И второй стороной жесткой губки, как раз вот там, где у вас лишняя пластика или вылезла, или она гладкая у вас получилась в момент, когда вы прижимали молдом. Вот там мы все это и убираем, то есть убираем шовчик и делаем поверхность рыхлой, пористой, как у настоящего лимона. И смотрите, лимончикам нужно дать немножечко остыть, чтобы они стали более холодными. Можно даже в морозилку положить минут на 5 и дальше мы их разрезаем посерединке. И вы видите, что в срезе у нас лимоны получились с тем рисунком, который мы, в принципе, в этом мастер-классе хотели им задать. Дальше я еще делаю небольшое такое углубление, как бы выемочку маленькую. В эту выемку я потом буду закручивать штифты, естественно, на быстросохнущий клей, либо на эпоксидную смолу. Люблю эпоксидку, она более надежная. Ну и затем применять эти лимончики уже можно в любых украшениях, серьги, браслеты. И сразу предвижу вопрос, и такие украшения действительно пользуются популярностью. У меня никогда ничего из лимончиков в наличии нет, потому что разбираются буквально сразу, особенно комплектами. Внизу в описании я дам ссылку на молд, на основные оттенки, поэтому заходите, читайте, смотрите. Ну а если остались вопросы по этому мастер-классу, милости прошу в комментарии.